Недружественные действия наших соседей, регулярные учения НАТО, больше напоминающие обрецание оружием и запугивание, вынуждают Беларусь держать руку на пульсе. Безопасность у границ в руках наших военных. Сейчас обстановка на западных рубежах страны особенно обострена. Увеличена разведдеятельность со стороны сопредельных государств и повышены их военные бюджеты. Всё это говорит о совсем немирных подходах по отношению к Беларуси. Это отметил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, посещая Мозорский пограничный отряд. Там прошло мероприятие по случаю завершения формирования манёвренной группы, самой молодой в системе органов погранслужбы соединения. Госсекретарь Совбезов подчеркнул, что особую озабоченность вызывает ситуация на южной границе. Фиксируются факты, как украинские пограничники заходят в Беларусь. Воздушное пространство нашей страны нарушают беспилотники. Сейчас на украинско-белорусской границе насчитывается более 500 тысяч противопехотных и противотанковых мин, разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска. Геополитическая обстановка складывается сегодня, наверное, наиболее сложная. И не только вокруг нашей страны, но и в целом в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Украина – живой пример этому. И Украина вообще стала разменной монетой у коллективного Запада сегодня. То, что сегодня происходит на территории Украины, конечно же, вызывает тревогу, опасения. Конечно, все это заставляет нас предпринимать соответствующие меры. В каждом пограничном отряде, пограничной группе имеются на вооружении вот эти пограничные маневренные группы, которые будут обладать более повышенными маневренными возможностями, более повышенными огневыми возможностями. Беларусь никому не угрожает, но на возникающие вызовы и угрозы готовы реагировать, в очередной раз подчеркнул Александр Вольфович. По итогам визита он отметил высокий уровень боеготовности личного состава погранотряда. В случае обострения обстановки они могут оперативно выдвигаться на угрожающее направление и при необходимости наносить огневое поражение диверсантам и незаконным бандформированиям. Стоять на страже интересов в Беларуси – это среди главных требований для любого руководителя. У помощника президента по Витебской области Сергея Левковича, помимо прочего, ряд основных задач – это развивать аграрный комплекс и работать с кадрами, причем не только на уровне руководства региона, но и кадрового потенциала предприятий. О том, что область нужно вытащить из того состояния, в которое она находится, хотя ситуацию нельзя назвать катастрофой, говорил белорусский лидер. Помощника президента актива региона представил первый заместитель главы администрации Максим Рыженков. Отметил его высокий профессионализм, деловые качества, умение работать в команде. Подчеркнул, что помощник президента – это человек, который должен содействовать реализации перспективных проектов, что обеспечит рост экономики Витебской области, благосостояние ее жителей, улучшение социальной сферы. Ключевой ролью своей работы, своей сегодняшней должности – это, я вижу, развитие региона, содействие, всяческое содействие, возможно, с учетом моего опыта, с учетом моих знаний. Ключевой, конечно же, вопрос – это кадры. И кадры, самое главное, самое ценное – это профессионализм, порядочность и ответственность кадров. Люди нас оценивают по качеству жизни. Это и заработная плата, и состояние социальной сферы, и условия труда, которые играют огромную роль сегодня. И каждый руководитель на любой должности, будь то среднего звена, высшего звена, скажем так, должен быть озабочен именно этим направлением. На должность помощника президента, инспектора по Витебской области Сергей Левкович был назначен главой государства 4 января. А эти награды от первого, хочется верить, задел на будущее профессиональные успехи наших коллег. Благодарность президента Беларуси объявлена работникам средств массовой информации. Один из них, Глеб Горбатенко, готовит к выходу панораму. И благодаря его закадровой работе, зрители узнают новости на Беларусь-1 и НТВ Беларусь. Подводят итоги недели в главном эфире, а также собирают полную международную картину в программе «Вокруг планеты». Любая награда, наверное, задел на будущее. Поэтому новости, и будь то панорама, будь то какой-то информационный проект, это всегда самое главное – вычленение каких-то фактов. Нужно понимать, что из этого можно сделать. А не так, что насыпали мусора в том же телеграм-канале. Ты должен понять, вообще случилось это событие, произошло оно или нет. Действительно ли оно имело место быть, или это просто подтасовка фактов, как это у нас любят делать наши заграничные друзья. Поэтому очень много нужно понимать, взвешивать, и уже исходя из этого формировать какую-то новостную повестку. Успешно держит удар на информационном фронте заместитель заведующего отделом специальных проектов главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании режиссер АТН Сергей Барановский. Он 16 лет в профессии. Десятки фильмов, в том числе документальных, с масштабными постановками. Специальные репортажи и рубрики. Каждый понедельник – это его глазами вы смотрите понятную политику. В копилке такие проекты, как «На контроле президента», «Разговор у президента» – «Наши». Сергей – режиссер ряда телеверсий, интервью главы государства и торжественных мероприятий. Каждый год он не похож на год предыдущий. Все постоянно меняется, ты постоянно на каком-то драйве находишься. То есть ты окружен всегда новостями, какими-то делами. Но благодарность такого уровня, она, конечно, вдвойне и неожиданна, и вдвойне радостна от нее. Ее хочется расти, становиться лучше, каких-то добиваться новых успехов. И тут останавливаться нельзя, потому что как только остановишься, сразу сойдешь. За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны также благодарности удостоены коллеги СУНТ, зав. отделом и ведущая Екатерина Тишкевич, директор дирекции информационного вещания Андрей Мохар, а также политический обозреватель СТВ Ольга Коршун. Среди отмеченных и работники системы здравоохранения. Белорусские медики и представители православной церкви посетили дом ребенка номер один в Минске. Там воспитываются 50 детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. На утреннике педагоги и ребята порадовали гостей костюмированным представлением, а те, в свою очередь, вручили учреждению подарки. Также во время встречи владыка Вениамин совершил молебен, чтобы победить болезни. Естественно, для нас посещение социальных объектов, медицинских учреждений, чтобы там поделиться радостью Рождества Христова, проявить свою любовь, понимание, поддержку другим людям, которые находятся в иных условиях жизни. И это суть человеческая. Это на делах милосердия и стоит общество. В этом доме ребёнка проводится специализированное восстановительное лечение малышей с ДЦП. Есть лечебная ванная, электростимуляция, игровая и музыкальная терапия, а также занятия лечебной физкультурой. Главная ценность в стране – это люди. И все решения, принимаемые на уровне государства, направлены на их комфорт и заботу. Об этом заявила спикер Верхней палаты парламента Наталья Качанова во время посещения городского дома-интерната для ветеранов войны и труда свитанок в посёлке Тресковщина. Этот визит стал продолжением республиканской благотворительной акции от всей души. Гости посетили мастерскую, где постояльцы занимаются декоративно-прикладным творчеством. Вяжут, шьют, создают куклы своими руками. А также побывали в комнатах, оценив условия проживания. Интернат стал вторым домом для 64 пожилых граждан, средний возраст постояльцев – 82 года. В нашей стране всегда в почёте и уважении были люди старшего возраста, которые действительно своим трудом, своим умом внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Многих жизнь, их жизнь может служить примером для нашей молодёжи. Я попросила их почаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать. Замечательные люди, у которых можно и нужно учиться любви, преданности своей стране, своему народу. Внимание очень надо, очень. И вот это вот самое главное, наверное, из-за чего я вернулась. Потому что здесь рядом люди, и люди разные, разные судьбы. Вот, с ними интереснее намного. Я работаю в мастерской, в трудотерапии. Вяжу, шью, рисую. Ничего раньше я никогда не делала. И вот даже в теннис играю. Для жильцов дома-интерната был организован праздничный концерт, перед началом которого председатель Совета Республики вручила учреждению подарочный сертификат и набор сладостей белорусского производства. Холода отступили на время, оставив после себя и приятные последствия в виде замороженной инфраструктуры. В Воложине открыт передвижной каток для массовых занятий как в выходные, так и в будние дни. Атмосферу создает рождественская музыка, а вечером включается иллюминация. Сотрудники спорткомплекса ежедневно следят за льдом, при необходимости наполняют его водой и выравнивают. К зимнему увлечению присоединяются не только местные жители. Приезжают из соседних сел и поселков. В свободное время я хожу или с друзьями, или с родителями, или с сестрой. У меня есть сестра младшая. Или с учителем на физкультуре. В детстве еще каталась на роликах. Мне было удобно, любила кататься на роликах. Мне покупали родители. И вот как-то получилось так, что у меня один раз сходили на каток, и мне после того очень понравилось. В физкультурно-оздоровительном центре работает пункт проката инвентаря. Более ста пар коньков и лыж на выбор. Наборы как для взрослых, так и для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова